Потом в кровати с ним валяешься, потом один день вроде как бы все у вас, нет, вы не общаетесь, потом опять, Кристина. Смотри, мы поцеловались позавчера, когда у нас были шашлыки, да, вчера я могу вам понять, когда он таскал мои вещи, я сказала, с таким отношением, ну, с таким отношением ко мне, я не буду строить отношения, потому что у меня нет здоровья. Кристина, это называется манипуляция, с таким отношением я не буду с тобой, я с тобой не буду. Почему вы меняете всегда чехвостик, когда он сам накосячил, когда он переписывается с бабой? Все, откажись от него, выкини. Так, в смысле, откажись, я его цепляю, я его трогаю, как-то. Да, Кристина, ты его не будешь, я тебе объясняю две формулировки. Первая формулировка говорит, я с тобой не буду никогда, извини, Артем, любовь прошла. Вторая формулировка, с таким отношением, с таким поведением я с тобой не буду, то есть это как бы, но, ты дашь шанс, ты дашь надежду, вот результат. Как я говорю, то, что мне мешает строить отношения, ты у меня все решишь. Зачем? Ты можешь отказаться от человека и просто вот... Да, я буду, да, я сама могу решать, что мне делать. Тогда сходи с ним, раз не хочешь отказаться с ним. Такой интересный, то есть, я говорю, что у меня есть чувства, да, может быть, это не любовь, есть чувство и есть страсть, но есть определенные моменты, которые мне мешают. Тогда сойди с ним и решайте проблемы. Проблема, Кристин, скажи, милый, давай сходимся, вы сходитесь, а дальше, милый, вот смотри, мы теперь вместе, мы без конфликта, без негатива, садимся, и с тобой проговариваем проблема. Мне бы хотелось заменить тебе вот это, вот это, вот это, вот это. Давай как-то решим. Вот так это происходит. А не вначале реши, а потом ее высочество решит потерять. Ты такой интересный, сними корону, сняла корону и переехала в жертву, он сидит как король там в путь, я вообще ничего не говорю, и вы в меня тюкайте постоянно, что я как-то королева. Ну подожди, ты мне не можешь... Ты жертву начала играть уже сначала. В отношения у нас обновить, поэтому ты сидишь, чтобы обратно туда-сюда не ездить. Дети мелкие, вот, постоянно, то туда вещи, то обратно вещи. Да хватит уже мозги тикать, все их население. И никого не будет третьим, все, давайте. И так же, продюсер сказал заселяться. Артем, звезда не должна спорить с продюсером. Давай вот, мощно, чтобы женщина не смогла тебя отказать. Я уже половину вещей перенес, осталось еще другую половину. Артем, не бубни, давай конкретно заявление. Я говорю конкретно, мы заселяемся сегодня. С кем? С Кристиной. Тогда прямо сейчас я отпускаю вас с Кристиной, с лобного места заселяться. Давайте, а вы поаплодируем, давайте, а сейчас идите, а вы продолжим, ребята. Все, давайте, хватит, новый год на носу, все обиды нафиг. Давай, Артем, не снижай. Давай, будь хорошо. Давай, будь счастлива. У-у-у. Тема, лобовище. Лекс, с одной стороны, я понимаю, что обидно, да, во все этой истории. Но с другой стороны, блин, я аплодирую тебе стоя. Во-первых, ты положила на лопатки Бухенбалта, она поняла, что если сейчас она не заселится. Не, на лопатки я сейчас ее положу попозже. Не, 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 по-другому я тебе говорю. Она поняла, что сейчас она не заселится и не схватит обратно Артема. Ну, можно будет как бы это делать, ну, потерять. Ярж у нас такие яркие, интересные, сильные девчонки, оправляются на проекте. И это, на самом деле, плодотворно влияет для отношений. И ты не переживай, Лекс, главное. Ну, прыгается пару деньков, снова от него подтвердят, благородным предлогом откажется, и у тебя будет шанс. Слышите, дорогие друзья. А заселится ли Кристина с Артемом в очередной раз заповедует ему мозги и сальется? Это мы узнаем в ночном эфире. Айтик-приклон-дван, волевой, спасибо.